Партнер передачи газета Рыбацкий Вестник. Спонсор программы Рыбалка по-Запорожске, фирменный магазин надувных лодок Калибри. Рыболовы бывают двух видов. Одни смотрят на это занятие как на спорт, а другим удается что-то поймать. Здравствуйте, я Наталья Апалишко и мы начинаем нашу программу. Отсутствие ледяного покрова на водоемах не дает рыбакам возможности насладиться подледным ловом. Однако стремительное приближение весны, когда непродолжительные заморозки чередуются с по-настоящему теплыми весенними днями, ставит новая задача. Если вы отправитесь с поплавочной удочкой на одну из небольших рек, первый весенний клюв вполне способен порадовать разнообразием лова. В подсаке, скорее всего, окажутся подлещик, ясь, голавль и густыря. Но самым частым трофеем, безусловно, будет платва. Первоочередная задача не меняется, рыбу нужно найти. А для этого придется экспериментировать. Лучшим выбором для рыбалки в режиме постоянного поиска будет так называемая баллонка – телескопическое удилище с кольцами, которое позволяет облавливать обширную акваторию на различном удалении от берега. Выбирая поплавок, обращаем внимание на его форму и вес. Форма каплевидная, масса не более 3 граммов. Диаметр основной лески может колебаться от 0,15 до 0,2, а поводка, как правило, от 0,1 до 0,14 мм. Размер крючка также можно варьировать – от 14 до 16 по международной классификации. Учитывая, что рыбалка проходит с применением легких оснасток, не лишним будет наличие подсачка. При ловле платвы в это время года поплавок постоянно должен находиться в движении, так как рыба еще вялая и зачастую реагирует только на движущуюся приманку. В периоды безветрия рыбаки заставляют поплавок шевелиться, подтягивая удилище к себе или в сторону от себя. Когда ветер есть, можно воспользоваться парусностью лески. Во время ловли платвы следует определить рыболовную зону – место с большим показателем клева и меньшими шансами на зацеп. Именно на таком участке и следует концентрировать прикормку. Не стоит забывать, что рыба может как подниматься к поверхности воды, так и напротив прибиваться к самому дну, следуя за приманкой. Поэтому, если клев ослабевает, варьируйте длину спуска. Бытует мнение, что во время весенней ловли прикормка оказывает на рыбу минимальное влияние. Может, так оно и есть. Но многие рыболовы-профессионалы настоятельно советуют применять специализированные фирменные прикормки или делать простую прикормку самостоятельно, например, из панировочных сухарей и сухого молока. В прикормку стоит добавить некоторое количество живого корма – мотыля, ручейника, рубленого червя или личинок. Надеемся, вы не забыли, что живой корм добавляют после того, как смесь увлажнили и перемешали. Что касается количества прикормки, многое зависит от продолжительности и места рыбалки, а точнее, от силы течения. В среднем на день весенней ловли достаточно около 2-3 килограммов сухой смеси. Начинать рыбалку стоит через час-два после наступления рассвета, а то и вовсе с 9-10 часов утра, когда лучи солнца уже прогревают воду. Для тех, кто собрался провести эти выходные с удилищем в руках, но не определился с местом лова, представляем информацию о рыбалках за последние два дня. На Нижнем Бьефе на поплавочную удочку с берега рыба ловилась в следующих местах. В районе проток Дамахи, применяя легкие оснастки, ловят платву. В качестве прикормки используют панировочные сухари, перемешанные с сухим молоком. На выходе проток в Балабинский залив, на спиннинг с применением легких блесен вертушек, ловят окуня. В самом заливе с глубины 3-5 метров, используя поплавочные оснастки дальнего заброса, на мотыле опарыш идет платва и густера. В качестве прикормки используют панировочные сухари с толокном. Здесь же, но уже с использованием донных оснасток, ловили платву и густеру. В качестве прикормки используют смесь Мегамикс «Черная платва». В районе залива Рица, на поплавочную удочку с глубины 3-4 метра, ловят платву и подлещика. Прикормка «Фиш Дрим Платва». С использованием удилищ для дальнего заброса, такую же рыбу с глубины 6 метров, ловят в Кривой Бухте. В районе станции «Осетровка» на Фидер ловят платву. Кормушки набивают комбинированной прикормкой Мегамикс «Черная платва» плюс холодная вода. На Фидер ловят рыбу и с берега, в районе села Беленькое. Здесь применяют различные комбинации фирменных смесей от разных производителей. Но все рыболовы отмечают, что более уверенные поклевки проходят при добавлении в прикормку мелкого мотыля. На Верхнем Бьефе, в районе села Великий Лук, на Фидер с берега ловят платву. В качестве прикормки применяют фирменную смесь «Фиш Дрим Фидер». Также на Фидер ловят платву и густеру на Круглике. В качестве прикормки используют сухарис с сухим молоком. Эта же рыба клюет в районе аммиака провода. Здесь в качестве прикормки применяют панировочные сухари. Подробнее читайте в газете «Рыбацкий вестник». В свежем выпуске «Рыбацкого вестника» читайте. Щиповка «Сибирская рыба» из Красной книги Украины. Обед для гурмана, прикормки и наживки для леща. Итоги работы запорожской рыбоохраны за минувший год. Последние новости с водоемов. Рыбалка на кривой бухте. Черти, куколки и нимфы. Ловля на безнасадочные мормышки. А также, чем прикармливать зимой, из чего складывается пищевое поведение рыбы и множество других интересных материалов. Напоминаем, что во всех отделениях Укрпочты идет подписка на «Рыбацкий вестник». Читайте нашу газету и рыбачьте вместе с нами. А теперь наш прогноз клева на ближайшие 10 дней. Во второй декаде февраля прогнозируют изменчивую холодную погоду, которая будет чередоваться с по-настоящему теплыми весенними днями. Платва все чаще выходит из зимовальных ям на мелководные участки заливов и в коряжник. Вслед за белью следует хищник. Щука готовится к нересту. Поклевки в основном на мелкие приманки. Большие спиннинговые отходят на второй план. Давление стабильное, в пределах нормы. Ветер разных направлений. Для рыболова задача не меняется. Главное – найти защищенный от ветра хорошо прогреваемый участок водоема, где находится рыба. Но даже если вам этого сделать не удастся, не огорчайтесь. Хорошая погода и время, проведенное на природе, положительно отразятся на вашем настроении. Надувные лодки, катера, лодочные двигатели «Ямаха», «Парсун», «Хидея», «Тахатсу». Техобслуживание и аксессуары в фирменных магазинах «Калибри» по адресу Чумаченко, 30В и Жуковского, 29Б. А сейчас наш эксперт-эктеолог Максим Максименко продолжит тему зимовальных ям. Где именно нельзя ловить во время запрета, смотрите дальше в программе. В прошлой передаче мы затронули теоретические вопросы зимовки рыбы, в частности, определение, что такое зимовальная яма и ее основные характеристики. В этой передаче мы более подробно остановимся на перечне зимовальных ям и вопросах, где все-таки можно в зимний период ловить рыбу. Перечень зимовальных ям утверждается ежегодно, и с ним вы можете ознакомиться как на сайте Запорожской рыбоохраны, так и в средствах массовой информации. Могу отметить, что самой крупной зимовальной ямой у нас является русловая часть реки Днепр от плотины Днепр-ГЭС на Каховском водохранилище до Лысой горы в селе Беленькое. В пределах этой зимовальной ямы категорически запрещено всякое рыболовство. Есть еще перечень мест, где запрещен лов рыбы. Это ловковые ямы протока, это 20-метровая зона вокруг насыпи в Балабинском заливе и так далее. В пределах города Запорожье, Запорожского района, рыбу можно ловить по заливам, за исключением залива Девятого причала и залива, который соединяет грибной канал с рекой Днепр. Запрещено также запретной зоне вокруг насыпи в Балабинском заливе. В открытой части Каховского водохранилища рыбу можно ловить на льду в 500-метровой зоне от берега. Далее лов рыбы запрещен в связи с тем, что участки открытой акватории Каховского водохранилища являются участками промыслового лова, а также в целях безопасности самих рыболов-любителей. Как всегда в конце программы перебираемся на кухню рыбного ресторана. Барабулька или султанка – знаменитая рыбка, о которой писали Сенека, Плини, Цицерон и Гораций, восхищенная ее способностью менять цвет. Дело в том, что в Древнем Риме перед тем, как приготовить барабульку, повара живое приносили ее в столовую, и гурманы любовались, как исходная серебристо-серая окраска рыбы переходит в карминовую. По вкусу султанка – настоящий деликатес. В ресторанах Средиземноморья очень ценят маленькую рыбку. Ее мякоть считают самой вкусной. Кстати, у барабульки отсутствует желчь, поэтому потрошить ее совсем не обязательно. Из барабульки часто варят уху. Вяленой она не уступает таране. Ее запекают в духовке, на гриле, тушат в белом вине со специями и листьями винограда, жарят в толченых сухарях, на топленом масле и едят вместе с головой. Сегодня любимое лакомство римских патрициев и российских царей стало вполне доступным деликатесом. И представляет нам его, как всегда, шеф-повар фишкафе Павел Гродский. Сегодня мы будем готовить очередной наш черноморский улов. Это будет барабулька. Подготавливаем барабульку. Соль, перец, зубочек чесночка, веточку пряности, эстрагон. Масло, чеснок, веточку розмарина. Даем аромат нашему маслу. Чеснок уже зарумянился. Отправляем барабульку. Барабульку, когда готовишь, у нее специфический запах. Из-за этого ее гости очень любят. Это, как можно сравнить, как черноморская баранина, морская баранина. Вот из-за этого ароматный запах. Гарнируем наш черноморский улов. Барабулька получилась хрустящая, аппетитная. Веточку зелени, дольку лимона. Наша барабулька готова. Приятного всем аппетита! На сегодня все. Увидимся через неделю и пусть вам всегда будет клево. Партнер передачи газета «Рыбацкий Вестник». Спонсор программы «Рыбалка по-запорожски» фирменный магазин надувных лодок «Калибри». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова